МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сколько заместителей будет у градоначальник? Алексей Сафонов представил новую структуру администрации. Лучший воспитатель Сарова победили на итоги конкурса среди педагогов детских садов. Стремление к победе. Хоккейная команда Саров-2004 провела домашний матч с Кристаллом из Мурома. Далее расскажем по всем подробно. Изменения в уставе Сарова. Вопросы, связанные с инициативным бюджетированием, корректировкой главного финансового документа города. Все эти темы подняли на совместном седании комитета в городской думе. Также глава Сарова Алексей Сафонов представил новую структуру администрации. Подробности далее. Вернуться к пяти заместителям, ввести должность первого зама. Глава города Алексей Сафонов представил свой вариант обновленной структуры администрации. Как пояснил Алексей Александрович, такое решение он принял, проанализировав опыт прошлых руководителей муниципалитета и задачи, которые ждут Саров в ближайшем будущем. По функциональному наполнению первого заместителя за собой имеет структуру, если смотреть в прошлое, структуру заместителя по лучшим вопросам. Плюс здесь добавляется один отдел, который я сейчас хочу сформировать. Это так называемый, правильно сейчас называется, отдел перспективного развития территории. Это отдел, который сейчас будет готовить вопросы развития, территориального развития. Сюда же будут относиться вопросы, связанные с возможным присоединением территории, агломерацией Большой Саров. В последующем, если все задуманное удастся исполнить, эта структура станет самостоятельной. И возглавлять ее, скорее всего, будет заместитель главы администрации по внешним территориям. Другие заместители безымянные, но фактически каждый из них будет отвечать за определенный блок. Например, один из замов будет заниматься финансами и экономическим развитием. Под ним формируется вся вертикаль экономической деятельности администрации. Планирую переформатировать прошлую вертикаль замглавы по капстроительству, потому что, как говорится, на текущий момент задач много, но не столько, чтобы был просто замглавы по этому направлению. Хочется, формально это будет замглавы, но это замглавы по развитию территории, существующей территории, куда мы планируем завести все задачи капитального строительства, плюс департамент, комитет управления муниципальным имуществом. Следующий вертикаль – заместитель по городскому хозяйству. В его задачи будет входить еще и управление муниципальными предприятиями. Еще один заместитель традиционно займется социальными вопросами. Тут без больших изменений, за исключением того, что из КУМИ убирается функция распределения жилья, отдел по жильевичным вопросам, чтобы этот вопрос социальный и в меньшей степени касается муниципального имущества. И этот вопрос депутаты вынесли на ближайшее заседание Городской думы 26 февраля. Если там структуру утвердят, кандидатура своих замов Алексей Сафонов представит в течение нескольких дней. Согласовывают заместители также депутаты. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Лучшего воспитателя года выбрали в Сарове. Финал конкурса среди педагогов детских садов прошел в департаменте образования. Три финалиста представили на суд жюри свои проекты, провели мастер-класс и рассказали о своей работе. О том, кто стал лучшим воспитателем нашего города, расскажем в следующем репортаже. Кто он? Идеальный воспитатель. Супергерой, волшебник, лучший друг, вторая мама, главный вдохновитель и наставник. Все эти роли берут на себя те, кто ежедневно отдает силы, частичку заботы и тепла дошколятам. В финале конкурса «Педагог года» специалисты департамента образования выбирали лучшего воспитателя нашего города. Цель, как любого творческого конкурса, это выявление престижа профессии педагога, выявление творчества педагога, выявление его каких-то таких качеств, которые способствуют ему реализации уже вне дошкольного учреждения. Поэтому сегодня мы наблюдали, что многие участницы раскрылись совершенно с другой стороны. Финал проходил в три этапа. В первом воспитатели рассказывали о себе и своих маленьких подопечных. Во втором проводили мастер-классы. Из-за ограничений пригласить гостей на конкурс возможности не было. Поэтому на этом этапе участницы сами взяли на себя роль детей. Они попробовали арт-терапию, собрали мини-оркестр и поиграли в конструкторы. Последнее конкурсное задание – это защита моего успешного проекта. Каждая участница представляла свои проекты, которые работают непосредственно в своем возрасте, в своем детском саду. Вероника Половникова 8 лет работает воспитателем в детском саду номер 9. По словам девушки, для того, чтобы сейчас развить в маленьком человеке самостоятельность, креативность, целеустремленность и инициативность, нужно адаптироваться под современные реалии. Мы вообще стараемся идти в ногу со временем. И наше поколение деток, которые растут, им интересны все гаджеты, телефоны, планшеты. Их уже не удивишь просто рисованием. Поэтому мы старые, уже избитые приемы перекладываем на новые технологии и стараемся, допустим, преподнести тот же рисунок или театрализованную деятельность какую-то, снимаем мультфильм. Жюри было непросто выбрать лучшего педагога. Победителем стала Вероника Половникова из детского сада номер 9. Второе место заняла Наталья Никишина из детского сада номер 30. Замкнула тройку воспитатель детского сада номер 41 Ольга Мартынова. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Предприниматели могут принять участие в масленичной ярмарке 2021 в парке имени Зернова. Заявление можно подать по адресу улица Довиденко, 9. Ярмарка будет работать 14 марта с 12 до 16 часов. Справки по телефону 9-82-50. Образец заявлений можно найти на сайте Центра развития культуры и искусства Сарова в разделе «Правовая информация» ярмарка. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Морозы сохранятся в Нижегородской области до середины недели, предупреждают пресс-службы регионального МЧС России. До 25 февраля среднесуточная температура воздуха в регионе будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы, которая обычно составляет минус 5-12 градусов Цельсия. В связи с аномальными холодами в регионе могут произойти коммунальные аварии и перегрузка линии энергосистем. Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среднеселения. Православная гимназия получит грант в 3 миллиона рублей. Учебное заведение победило в конкурсе на представление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, которые осуществляют деятельность в сфере образования. Грант пойдет на оплату коммунальных услуг и содержание помещения. Семь автомобилей угнали в жителей Нижегородской области в январе 2021 года. Это на 53% меньше в сравнении с январем 2020-го, сообщает пресс-служба регионального МВД России. В минувшем году было зарегистрировано 222 кражи авто и мототранспорта. Стражам порядка удалось раскрыть каждое второе преступление. Согласно данным МВД, большинство краж происходило в вечернее и ночное время. Чтобы не стать жертвами угонщиков, полицейские советуют оставлять авто на длительное время только на охраняемых стоянках, парковаться в пределах видимости камеры видеонаблюдения и тщательно проверять замки перед уходом. Вопрос организации детского отдыха лета в Нижегородской области решается в настоящий момент, сообщил губернатор Глеб Никитин на личной странице в Инстаграм. Он отметил, что пока слишком рано дать однозначный ответ. Ситуация может измениться к лету. В любом случае будем стараться открыть все по максимуму, написал Глеб Никитин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На основе целого, инактивированного или убитого коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям. По мнению директора Центра имени Чумакова, член корреспондента РАН, Айрана и Шмухаметова, Кавивак будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома. Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательных проявлений не выявили. Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания к применению могут после второй фазы испытаний с добровольцами старше 60 лет. Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной «Спутник Ви», разработанной Центром имени Гамалея. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину – Эпивак Корону, разработанную Новосибирским Центром «Вектор». Получить соцподдержку станет проще. Благодаря принятому закону об информировании о льготах, граждане могут получать персональные уведомления о мерах социальной поддержки в личном кабинете на портале Госуслуг. А с 1 июля такое информирование будет доступно еще и по телефону Единого контактного центра. Проинформируют о мерах социальной поддержки на первом этапе в случае рождения ребенка, оформления инвалидности, наступления пенсионного возраста. Со временем перечень расширят. Например, если у женщины родился ребенок, она зарегистрирована на портале Госуслуг и дала там согласие на проактивное информирование, после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе ей придет уведомление о мерах поддержки о единовременном пособии при рождении, пособии по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячных выплатах в рамках нацпроекта «Демография» и так далее. Согласно закону проекта региону смогут использовать ЕГИСО – Единую государственную информационную систему социального обеспечения для назначения мер социальной поддержки в беззаявительном порядке или на основании одного заявления. Все необходимые сведения будут напрямую получать из других источников без участия граждан и бумажных запросов. При этом не запрещено обращаться лично в органы соцзащиты или МФЦ. Студенты Саровского физтеха поборолись за звание лучших знатоков истории, героев и памятных воинских дат современной России. В преддверии Дня защитника Отечества там прошла интеллектуальная игра «Росквиз». Это командное соревнование на логику, сообразительность и смекалку. Но ребятам приходилось вспоминать исторические факты об известных полководцах, современной российской армии и военной техники. Мега-мужики, победители, Люда, братья Бури, боевой тролль и имперец – это не герои фантастического фильма, а название студенческих команд. Спустя несколько дней после «Что, где, когда» они вновь встретились в актовом зале, чтобы побороться за победу в интеллектуальной игре «Росквиз». Турнир посвятили Дню защитника Отечества. И хотя большая часть участников были представителями сильной половины человечества, в борьбу за главный приступила одна женская команда. Решение было абсолютно спонтанным, просто с девочкой мы видели новость, которую распространили в группе ВКонтакте, и подумали, почему бы нет, вечер свободен. Команду решили назвать Люда в честь самих же участниц. Просто сложили первые буквы имен Лена, Юля, Даша, Альбина. Глобальных целей не ставили, так как это их первый опыт участия в интеллектуальном турнире. К тому же просто соскучились по живому общению за время ограничений. Альбина Нестерва отметила, что главное – это позитивные эмоции. Просто повеселиться. Не знаю, победа – это всегда как-то завышенное ожидание. Вот, просто хорошее настроение. Перед тем, как пойти, решили такие, ну давайте погуглим, что такое квиз. Ага, викторина. Ну, что-то более-менее понятное. Хотя турнир посвятили Дню защитника Отечества, участвовать могли все желающие. Их оказалось так много, что регистрацию вскоре закрыли, так как еще действуют ограничения по количеству участников на мероприятиях. Так что, кто успел, тот и стал участником. Скажу, наверное, такую фразу, которая без вас не было бы нас. Поэтому, естественно, девушки обязательно должны присутствовать на любом мужском мероприятии. Росквиз – это командные соревнования на логику, сообразительность и смекалку. Но много вопросов было и на знании исторических фактов об известных полководцах современной российской армии, военной технике. Из скольких флотов состоит военно-морской флот России? В игре было пять раундов. Разминка для мозгов, верю-не верю, железная логика, чистобол и русская рулетка. Студентам пришлось вспоминать, как военнослужащие отдают воинское приветствие, как раньше назывался Калининград и когда Смоленск получил звание города-героя. По итогам игры самые эрудированные получили призы и подарки. Дипломы, призы и в этом году даже предусмотрен сладкий приз. Все-таки подкрепиться, да, тем более на улице такой мороз. Надо иметь силу и энергию и где бы ее не получить, как в хорошей еде вкусной. После почти двухчасового интеллектуального сражения победила команда, в названии которой сконцентрирована вся сила и мощь защитников Отечества. Мега-мужики. Хоккеисты команды «Саров-2004» приняли на своем льду ровесников из Муромского кристалла. Матч прошел в рамках 10-го тура первенства Нижегородской области по хоккею среди юниоров 2004-2005 годов рождения. Игра складывалась непросто. Юных хоккеистов захлестывали эмоции, а потому на льду часто случались потасовки. Подробности смотрите далее. Спортивный азарт и юношеская удаль хоккеистов обеих команд дали взрывной результат. Ни один тайм не обошелся без удалений. Малейшее касание соперников тут же перерастало во взаимные удары. Благо, что защита у хоккеистов добротная. Поэтому серьезных повреждений никто не получил. В момент игры в них перехлестывают эмоции, каждому хочется выиграть. Игра закончилась, и они спокойно дружат друг с другом. Никаких военных действий нет. Тренер муромских хоккеистов признался, что игра складывалась непросто. Это был заключительный матч в зоне «Восток», и каждой команде была нужна победа. «Кристаллу», чтобы укрепить лидирующие позиции, а «Саровчанам» подняться в турнирной таблице. Но счет удалось сравнять только на шестой минуте второго тайма. Больше хоккеисты «Кристалла» не дали шансов «Сарову» пробить свою оборону. Соперник второго, мы знаем, что хорошая команда, поэтому в первом периоде хорошо, что мы забили первыми. Выиграли 2-1. Во втором получилось нарастить преимущество. Опять выиграли 2-1, то есть со счетом 4-2. В третьем тайме муромчане забили еще два гола. Контратаки «Саровчан» не дали результата. Игра закончилась со счетом 2-6 в пользу «Кристалла». Изначально игра складывалась плохо, не были готовы к сопернику. Немного не пошло с самого начала. После матча в «Сарове» «Кристалл» занимает первое место в группе. Впереди у муромских хоккеистов финальные игры с сильнейшими командами зоны «Запад». Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. «Саров-24». И это все. Тюму успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших новостей.